Парк Харенка развивается. Здесь проводят массовые мероприятия как для людей старшего поколения, так и для молодежи и семей с детьми. Но прошедший летний сезон показал, что отдыхающим не хватает места для парковки автотранспорта. В четверг заместитель главы администрации города Алексей Мехков провел выездное рабочее совещание на территории, прилегающей к парку культуры и отдыха. Те мероприятия и те нововведения, которые в парке происходят, привлекают большое количество горожан, поэтому мы понимаем, что необходимо уже подтягивать инфраструктуру. И, конечно, то, что мы сейчас имеем парковку вдоль улицы воинов-интернационалистов, на проезжей части она, конечно, уже не соответствует и противоречит правилам и безопасности. Есть два варианта организации парковки – вдоль улицы воинов-интернационалистов или на территории, примыкающей к зеленой зоне со стороны улицы Павла Большевикова. Оба варианта имеют свои «но». Со стороны Павла Большевикова организовать парковку можно только после сноса растущих здесь деревьев, а это при благоустройстве крайней меры. К решению проблемы можно подойти и с другой стороны – расширить существующую проезжую часть улицы воинов-интернационалистов. Но под этим участком проходят подземные коммуникации «Горэлектросети». Поскольку тут не будет организовано постоянной стоянки автомобилей, ну, вынос этих кабелей можно не производить. Единственное, что нужно будет заключить соглашение с балансодержателем этой парковки на предмет того, чтобы при повреждении кабельных линий, чтобы нам обеспечивался беспрепятственный доступ для их ремонта. Этот вариант и сохранение зеленой зоны сейчас в приоритете. Пока вопрос расположения парковки в стадии решения. Но мэрия планирует определиться и организовать стоянку на 50-60 машин и мест около парка Харенка до начала летнего сезона 2020 года. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.